Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Барин и сегодня у нас на очереди третья часть моей коллекции игр для PSP И сегодня у нас на очереди вот такая первая игра, это получается Peter Jackson King Kong The Official Game of the Movie То есть игра по кинофильму King Kong Peter Jackson И в принципе, что я могу сказать, то есть эта версия не особо сильно отличается от версии для PlayStation 2 Ну, по крайней мере, я так ее попрошел, не сказать, что сильно много, но достаточно И каких-то серьезных отличий я не увидел Кроме того, что в, допустим, PlayStation 2 версии Вот, с главным героем, то есть получается, Джеком Дрисколом Постоянно бегали какие-нибудь NPC Ну, вроде той же самой Энн Даров, допустим, вот этого Хейса Или вот режиссера, то есть Карла Дехмана А здесь, именно в PSP-версии, то есть Джек гордо справляется совсем один Ну, в принципе, пока каких-то глобальных различий я больше не увидел Не знаю, возможно, что-то из игры вырезали, что-то где-то сократили Ну, сначала пройду PSP-версию, потом версию на PlayStation 2 и уже более точно скажу Вторая игра на очереди, это получается James Cameron Avatar The Game То есть здесь получается описание и мануал все на русском Сама игра на английском языке И вот эта PSP-версия, она именно кратная V-версия То есть на PSP-V выходила одна игра На PlayStation 3, Xbox 360 и PC совсем другая игра Вот, при этом как раз-таки еще раз напомню Что в PSP-V-версии мы могли, соответственно, только за местное население Пандоры играть То есть, например, в старшей версии можно было выбрать себе сторону То есть люди или эти, как раз-таки там, господи, жители Пандоры забыл, как их там называют Ну, не суть Значит, принц Персии забытой песке То есть полностью она у нас на русском языке Это вот своя именно особая игра Принц Персии, поскольку было аж 4 игры вот этих забытых песков То есть на PlayStation 3, Xbox 360, ПК Вот своя версия была потом на Wii И на Nintendo DS тоже своя версия была И вот эта версия получается на PSP Притом она именно сделана, как в самой первой части Принца Именно с видом сбоку Вот Ну, когда-то купил ее в 2014 году в цифре Где-то на середине игры я застрял Потом захотел себе купить ее в физическом носителе А ее нигде в городе у меня не найти То есть пришлось ее вообще искать в другом городе Значит, вот такая вот игра вверх По мотивам как раз-таки мультфильма от студии Pixar Именно оригинальное издание Здесь что примечательно То есть на PSP и ПК И PlayStation 2 Была именно вот эта версия А для Wii, Xbox 360 и PlayStation 3 Была совсем другая версия И, значит, на ПК и на PSP Насколько я знаю, игра имела русскую локализацию И здесь все актеры русского дубляжа Кто мультфильм дублировал Озвучивали своих персонажей Вот, например, Армен Борисович Джигарханьян Озвучивал как раз-таки Карла Фредиксона То есть главного героя Значит Little Big Planet PSP-версия То есть все руки у меня не доходили Ее себе, что называется, купить Хотя я в свое время играл в первую и вторую часть Little Big Planet Достаточно много Хотя так не прошел на самом деле И вот решил наконец-то наверстать упущенное В принципе, так-то я почти все игры там собрал Мне, по-моему, только не хватает этого Ну, из тех консолей, которые у меня есть Только, по-моему, этого картинга Значит Вот такая игра Ratchet & Clank Scissor Matters То есть она была, насколько я знаю, и на PlayStation 2 Вот это именно ее PSP-версия Значит, она У меня была в цифре Я ее много лет назад покупал Наверное, в году 13-м или 14-м Где-то там ее Чуть ли не до конца почти прошел Но бросил И вот потом решил себе ее Именно на физическом носителе приобрести Вот, поскольку я так достаточно пассивно Но игры серии Ratchet & Clank собираю То есть у меня вот две игры на PSP Три игры у меня на PlayStation 3 Одна на PlayStation 4 Ну, надеюсь, в будущем хотя бы так Соберу их постепенно Вот такие две части Medal of Honor Herois То есть они у меня тоже есть в цифре На PSP Я их Прошел Ну, второе Я точно помню, что прошел первую По-моему, я все-таки прошел Я уже не могу так Вспомнить Ну, значит, что-то Первый у меня без мануала Тут еще пришлось Корпус для UMD заменить На вот корпус Алиэкспресса Он был треснутый А вот именно вторую часть Это у меня полный комплект Плюс еще тут у нас Русские мануалы Русское описание Ну, честно говоря Вот, например, в стороне дачи Так шутеры на PSP Не очень нравятся, как они сделаны Ну, с учетом их управления Поскольку у нас все вот эти Кнопки Там треугольник, кружочек Квадрат и крестик Они именно служат для Вращения камеры Ну, вот я как-то приноровился В принципе, мне вот Нормально играется Абсолютно То есть никаких проблем У меня вот с этим не возникает Так что, в принципе, игры хорошие И кто увлекается Вот именно медалью входа Или кто, допустим Ищет на PSP шутеры Очень рекомендую Вот такая вот игра Это Евро 2008 Она полностью, кстати, на русском языке У меня просто как получилось С ней интересная история Мне ее подарил Владимир Горбунов С канала Мнений Дилетанта То есть игра была в полном комплекте Но у нее был сломан корпус Этого Именно UMD Притом, ну, сломан так Что все Уже диск этот никак не В PSP не вставить И вот я себе в конце Прошлого года Заказал с Алиэкспресса Вот эти корпуса Для Вот этих дисков UMD Просто вставил корпус И все Игра отлично работает Так что Вот в коллекцию У меня еще И вот такое чудо есть Значит Валли Игра как раз таки По Фильму От Пиксара Но здесь Например Версия Немножечко другая То есть Не та Которая была На третьем Плейстейшене Или Ви Ну, насколько я могу судить Я просто не знаю Сколько всего Версий Валли было Вот Это именно Первое его издание Самое Значит Они в принципе Игры похожи По некоторым Даже своим механикам Но Достаточно Они в принципе Разные То есть Например Кстати Вот в этой игре Можно Других роботов Валли Кстати Увидеть Вот чего не было Именно в старшей версии Даже И в самом Мультфильме Значит Вот такая вот Дилогия Это Sonic Revals Это значит У нас получается Игры Для Вот PSP Про Соника Были То есть Они в такие Ну Чем-то Не знаю Раннеры Что-ли Своеобразные Напоминают Только с видом Сбоку Где Соник Лично С кем-то На перегонке Гоняется Ну и потом Соответственно Сражается С боссами Вот это Полностью Русская версия То есть У нас Здесь Идет Получается Различные Там Компании За разных Персонажей Соник Костяшкин Костяшкин Южик По имени Тень Южик По имени Серебряный Вот И Собственно Мы вот За них Можем Какие-то Эти Миссии Проходить И сражаться С доктором Яйкиным В принципе Мне вот Этот Соник Кстати Нормально Так Зашел Не знаю Многие Его так Ругают Мне В принципе Понравилось Конечно Вот Соник Ревелс 2 То есть Он уже Не русский Это Вот Именно Оригинальное Западное Издание Вот Но По-моему Я в него Даже Особо-то Не играл Хотя Здесь Персонажей Уже Больше То есть Тут Уже И Хвостатый Добавился И Руж И Соответственно Вот Этот Элма Метал Соник Там Что-то За Них Уже Какие-то Эти Самые Этапы Появились Вот Ну Не знаю Надеюсь Когда-нибудь Уроки Дойдут И до Этой Игры То Я Тоже Пройду Потому Что В принципе Соника Я С детства Люблю То С Была В Мотор Комбо Дедли Альянс Там Подобный Режим Был Если Кто Помнит Ну и Соответственно Такая Даже Последняя Вещь Это Даже Не Игра Это Именно Фильм Потому Что На Вот Этих Вот UMD Дисках Выходили Фильм И Соответственно Этот Перевозчик 2 Со Стедхамом Но Самое Что Любопытное То Он У Меня Почему То Не Воспроизводится На Моей PSP То Пишут Что Это Неправильный Формат Хотя Это Именно Пал Европейский Уж Не Знаю В чем Тут Проблема То Наши UMD Не Делались Изначально Проигрывание То Или Просто Е1008 Вот Это PSP Их Просто Не Поддерживает Вот Ну Вообще Честно Говоря Насколько Я знаю Вот Такие Диски На Русском Язаке Никогда Не Выходили Как Сказать Русский Пословец Гусь Свинье Не Товарищ А Брат А Ну И Хотелось Бы Закончить Сегодняшний Выпуск Показав Свои Диски Для Первого PlayStation На Которые У меня Появились Новые Поскольку Явно Пополняться Моя Коллекция Будет Достаточно Долго Если Вообще Будет Поэтому Значит Первая Такая Вот Игра Это Gex Deep Cover Gecko То есть Третья Часть От Crystal Dynamics Прогикона Гекса Вот Она У меня Именно На Первом PlayStation Поскольку Самая Первая Игра У меня На Free Deo Вторая Часть У меня На Nintendo 64 И Вот Третья У меня На Как Раз Таки Первом PlayStation Притом Самое Что Забавное Здесь Как Раз Таки Именно Такие Арты С Гексом Использованы В Мануале Именно От Первой Части Вот Здесь Его Костюмчики Показаны Как Он За Игру Переодевается Она У меня Конечно Есть Цифры То Есть На PlayStation 3 И PSP Но Мне Хотелось Себе Физическом Назвается В Ренте Достать И Я Очень Рад Что В Том Или Ином Виде Вся Коллекция Гекса У У меня Есть Трелогия Значит Формула 1 97 Это По-моему Его Если не Ошибаюсь Французское Издание Если Ничего Не Путаю Ну Да Французское Тут По-моему Языки Переключаются Но Этот Диск Выходил Для Франции Тут Еще Самое Что Интересно Видите Цветой Мануал Какая Достаточно Большая Редкость Тут Все Еще Эти Пончики Описаны Еще Все Это Самое Французское Описание Всех Вот Этих Трасс Что Там Из Каких Стран Идет Тех Описание Свечка Мяс Описание mus С Описание deaf Мяс Мяс ουν Мяс Такой мануал, да, толсто, но тут просто именно один язык только. Значит, получается этот WorldCube 98, но это именно французская его версия. Что как бы символично, поскольку его чемпиона, вот этот WorldCube 98, он проходил во Франции как раз таки. Тут еще вот этот петух, символ этого чемпионата, я уже не помню, как его там звали. И, значит, здесь самое что интересное, еще на заставке песня группы Чумбаламба звучит, вот которая была как раз таки, вот этот Тайп Таппинг, так она называлась, символом как раз таки, таким музыкальным гимном вот этого вот чемпионата она и была. Ну, собственно, главным образом, наверное, чем эта игра и примечательно. И последняя игра на PlayStation 1, это вот Story Studios по Мулану. Мне ее подарил Владимир Спартак с канала This Is Party и This Is Game. Это его как бы основной канал This Is Game. Вот, то есть он просто знал как раз таки, что я вот Диснеем как раз таки увлекаюсь. И вот такую мне игру подарил, действительно, самое что интересное. Вот такая карта есть сзади на мануале. Ну, а на сегодня это все, дорогие друзья. Ну, а на сегодня это все, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok